мы сегодня по делам вот на таком транспорте сколько я не ездила на нем уже полгода получается пока электросамокат у меня нет попытку номер два сделали заказали мы на самокате едем решили доехать до вокзала дела сделали в этом районе на фабрициуса решили доехать до вокзала хочу спросить смогу ли я с этим самокатом в поезд сеть он как бы складывается так ну не до конца немножко из-за подставки для ребенка просто хотят потом с ребенком питер съездить погулять и взять с собой самокат с ночевкой чтобы побыстрее по центру передвигаться чтобы погулять я хочу самокате потому что с ребенком так будет проще самокат едет гораздо быстрее чем если идти пешком ведь накануне хорошая погода завтра будет дождик и вчера был дождик кстати говоря не показала блин вам отремонтирована улица фабрициуса некрасиво там то было красиво где около налоговой я делаю сегодня так легенько в кроссовочках господи как хорошо такая погода как бы хотелось жить в таком регионе где всегда так нормально сюда можно самокат ездить кстати еще раз заказала тут самокат а вот сейчас еду на этом он же обычный на воду толкать и думаю блин а может не тратить деньги может не покупать электросамокат вот но конечно это самокат легче намного он конечно тяжелее два раза линда на людей не ходи но он тяжелее да но на нем легче ехать конечно же но у нас очень плохие дороги поребрики такие нет съезда много где поэтому я боюсь что в этом будет проблема что он тяжелый что надо постоянно с него слезать ребенка саживать на попробовать очень хочется хочется попробовать что-то новенькое вот если не попробую потом жалеть буду просто что не попробовала я очень люблю понедельник и потому что понедельник у меня как бы выходной вот очень нравится понедельник и вечер воскресенье именно из-за того что как понедельник заканчивается и такое легкое ощущение и предчувствие чего-то нового может интересного на следующей неделе мы бы с неба так уехали бану воскресенье с ребенком до питья вечер то на поезд какой-нибудь вечерний который идет 7 часов переночевали бы проснулись и уже как в следующий день был на спокойность не гулять и магазин восходили вначале и пошли бы гулять то есть небо такой вариант устроила на следующий день потом как бы вернулись уже утром да опять вот переночевали поспали нормальные поехали домой я вначале думаю может лето ждать но потом думаю нет если в апреле будет хорошая погода солнышко там плюс 15 будет то тогда поеду не буду ждать лето знаете там пока будут жаренье все остальное ждать нет смысла если хочется надо делать сейчас на как-то свою жизнь разно бра разно бра разно бра не за какой кончей подобрать ну вот ребят мы пришли на вокзал иди сюда минусенька ближе к маме тех кто в блины вы еще не видели я вам еще не показывала что что там уж говорить я раньше тут жила с первым мужем он там вот мы жили там напротив авто сейчас зайка туда сходим сейчас мы сходим и спросим про наш самокат можем ли мы его взять спитер в общем пришли мы на вокзала там такой пропускной пункт ну как стоят охрана до металлоискатели эти рамки да ну я у них спросил они говорят пропустят пропустят я говорю вы уверены он говорит если хотите можете пройти и в информационном бюро спросить еще раз я прошла значит там это все так муторно рюкзак сюда телефон сюда самокатная сюда сами проходите сюда очень ребенок тут понимаете я прошла в это бюро как бы там за стеклом знаете как касса там не сказали что да пропустят а сам складывается то пропустят но я что хочу сказать во первых никогда в россии нельзя верить информации полученные от одного лица друзья любую информацию нужно проверять понимаете здесь есть никто за что не отвечает поэтому надо уточнять сюда особенно такие вопросы и второй момент я вчера с мамой мы встречались с ребенком и она говорит ты потише говорим на мне муж об этом говорю потише говори наверное уши заложены пробки я стала замечать что в особенности после того как я начала вот youtube youtube канал вести видео снимать я стала очень громко говорить очень четко я даже не я не стеснял я никогда не стеснялась учета греха ты просто как я тренер сам занялась да ты должен говорить гробка ты должен говорить внятно ты не должен стесняться того что ты говоришь это это во первых во вторых очень повысилась самооценка у меня после того как я начала весь youtube канал и это конечно отчасти от того что я говорю вот я сейчас еду я очень громко говорю едут машины а я хочу чтобы вы слышали мой голос четко на видео понимать хоть iphone он прекрасно пишет звук отлично пишет но все равно я стараюсь говорить очень громко чтобы на видео все было окей да и я не ставят помещать что со вчерашнего дня как мне от мама сказала да я стала обращать внимание на реакцию людей когда они слышат могу я вот за что на этот вокзал и говорю здравствуйте я планирую поездку санкт-петербург на ласточке хочу уточнить пропустите ли вы меня с моим самокатом на поезд точно так же в этом бюро я смотрю на меня как-то по-другому смотрят знаете у нас в городе тут есть такие мама с сыном я у них скорее всего какое-то расстройство ну такое в реально но заболевание психической они очень громко говорят я не могу по-другому ребят вы понимаете вот я понимаю что люди многие они очень стесняются говорить я каких-то психологов об этом слышно что самооценка лента дорога иди сюда дар дорога около мама иди и держи за самокат а я слышу каких-то психологов что вот очень важно как вы говорите не стесняетесь ли вы говорить и что отвечает уверенного себе человека в то что он говорит четко не стесняется своего голоса я говорю что замечаю что люди как-то реагируют неадекватно немножко а я по-другому уже не могу все то есть голос поставился вот такой четкий уверенный я захожу так мне нужна информация все внимание на меня должно быть сейчас у меня время тик так время денежки до цените мое время я ценю ваше время весело так что если вы будете где-то у нас в городе да и услышите меня как я громко говорю не пугайтесь пришли в кафе чили чикин стрипсики для ребенка супчик для меня там я сейчас еще кетчуп с картошкой демон там зеркало такое видите да он слева у тебя зеркало видишь надо сфоткаться сейчас я спрошу а картошка наша сейчас принесут тебе картошку до картошку и кетчуп до с картошкой ждешь да хочешь кушать картошечка съела я этот суп боже как мне в жар бросают после острова я вообще не могу почему так хочется остренького периодически